Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 в сроке и порядке, соответственно, стороны будут выведаны надлежащим образом. Больше пояснить, чем могу по данному. Ответчик не вступал в ответ? Нет, в данном случае, уважаемый суперсик, позовите, я, поскольку уважаемый истец до сих пор не писал таких, чтобы доказать о том, что ответчик, избранным надлежащим образом, поскольку истец до сих пор не поставил доказать то, что информация, распространенная по его мнению в сети интернет, порочит его честь и достоинство, поскольку истец до сих пор не поставил каких-либо доказательств о том, что эта информация распространена именно ответчиком, избранным господином Носовым, прошел в ходатом его исковом заявлении отказать требование не удовлетворять и производство по-настоящему делу прекратить. Это пояснение, да, уважаемый суд, поскольку до сих пор нет никаких доказательств со стороны истца, и я не вижу смысла подавать процесс при каких обстоятельствах. Спасибо. Ваша честь, не имеется. Давайте мы, наверное, перейдем, 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 посмотрение в белом, дадим возможность представить выполнительный деподатчик, да? Да, ваше честь, у меня имеются скриншоты с канала Ютюб, вот такие скулы, где ответчик по-настоящему делу. На своей странице создало сообщество название «Кросрок-37», то есть, соответственно, администратором которого является, и, соответственно, данный видеоролик был выложен в том числе и на данном сайте. Вот, прошел приобщить материал. Также хотел бы пояснить о том, что данная информация является публичной, общего пользования, свободного доступа, носит информационный характер, поэтому на обращение или утверждение ответчика о необходимости на нотариальной заверенности никакой нет. Могу передать? Нет, нет, нет. Также хотел бы пояснить, что все страницы, на которых видеоролики были с моим изображением выложены после заседания 15 мая, были уделены. Да, здесь его фотография, соответственно, с девушкой. Соответственно, он является администратором, где призывает читателей посетить магазины, не знаю, там, для выявления испорченной продукции. Соответственно, заявление в полицию делал о просроченной продукции. Факт какого-либо подтверждения не нашел. Вот она, она. Согласно данному видеоролику, который я представлял, район, все внимание было приковано к моему изображению. И данный видеоролик был нарезан таким образом. Он не отражал в стуке какой-либо необходимости для публичного обозрения зрителей не было. Так как в действиях, так же, ответчик не пояснил о том, что по всем его обращениям о испорченном товаре данные материалы были направлены в форму потребного зора. И, соответственно, он был письменно уведомлен в почтовом управлении. То есть законность моих действий, незаконность моих действий не установлена. Это постановление. Это постановление. собственно Те скриншоты никаким образом не подтверждают причастность к господинам Исусова, обозначенному господинам Исусова в каких-то социальных сетях. Даже если там видишь, что в фотографиях не говорит о том, что размещение материалов в каких-то группах имеет отношение к человеку, изображенной на фотографии размещенной группы. Я считаю, что основанием будет проводить хозяйство и приобщения этих материалов нет, поскольку нет основания положить, что эти материалы, предварительные лицом, являются допустимыми в данном случае доказательствами и точно не относятся к производству по-настоящему делу. Ваши честь нужно? А, нет, нет, нет. Болков. Я тоже считаю, что это не является показательством по данному делу. То есть это какие-то ксерокопии, непонятно чего. И как минимум все скриншоты из интернета должны быть материально заверены. Здесь я не вижу никакого доверения. Поэтому я против приобщения. С нашего позволения Алёва Андреевича, одна маленькая техническая поправочка, если, опять же, непонятно с чего делают здесь эти скриншоты, да, если, например, с телефона, то формат правильный. В интернете, если вы смотрите на компьютере, то формат должен быть 16 на день. Они должны быть в таком виде. То есть как, кто и как это делал, то же совершенно непонятно. Это в пользу того, что мне, конечно, не следует неизвестные бумажки в качестве доказательства по делу приобщать. Наситник Уруванов. На представленных также скриншотах из тех, что на фотографии изображен ответчик, качество фотографии позволяет усомниться в данном, что именно фотографии с девушкой, молодого человека, это наш ответчик. Ну, по-моему, больше, если позволите, также следует отметить, что на приложенных изцом скриншотах, распечатках, не могу еще назвать, материалах приложенных изцом, отсутствует какая-либо рассылка на информационный ресурс, с которого они взяты. И, соответственно, невозможно установить, являются ли эти скриншоты, относящимися вообще к какой-либо социальной сети. Либо они скомпилированы путем диноктирования каких-то фотографических изображений. Либо они взяты с неизвестных страниц клонов другой страницы. Абсолютно неизвестны их происхождения, как я уже говорил, повторяю, не буду вложиться. Я прошу прощения еще. И, насколько я понимаю, мы рассматриваем видеозапись, которая мне понравилась. Как мы можем понять по этим скриншотам, что там есть какая-то видеозапись на этой странице? Так же, на указанных документах, если это можно так назвать, я думаю, это так назвать нельзя, не указана дата, в которой они были сделаны. Такая же дата не заверена, не проставлена полномочным лицом, то есть нотариусом. И я считаю, что не следует общать какие-то наконятные бумаги, которые у нас могли быть нарисованы и 10 лет назад, и 20 лет назад, и 5 лет назад, и полгода назад. То есть это установить мобиль солей, если возможно, вообще. Гранаты исцелились здесь? Удовольность. Не требует удостоверения информации в открытом доступе, но сможет у нас к публичным разрезам. Скриншоты сделаны как со страницей. Там написано и на YouTube, там есть канал. То, что написано еще и говорит, там должна быть, да, страничка там, чтобы она не будет, длинные даты. Ссылка, ссылка. А как правильно? Ссылка, ссылка. Адрес. Ссылка. Где здесь у вас ссылка-то? Адрес. Адрес конкретный, чтобы можно было этот адрес сбить, поисковую строчку, и оно откроет. Для этого где будет идеальное заявление? Как вам здесь, оно откроется? Что-то открывается, что? В настоящий момент ничего не откроется по данным ссылкам, так как я уже объяснил, потому что страница удаленок. А когда у этого сделано? А это сделано было примерно за час до удаления страниц. То есть 15 марта. Это неверная информация, потому что там, если вы посмотрите скриншоты, они с разных носителей, я могу даже показать, там, с разных телефонах и разное время это все сделано. Сейчас не точно говорить. Покажите, пожалуйста. Обманывайте. Полицейский обманчик. Здесь разное время, вы видите, что это совсем разный телефон, и с разным телефоном это делали, и разный телефон. Вы же смотрите, вот здесь вот с каждого мобильного телефона, информация одна, на этом телефоне 200 карт, вы понимаете, что это не как-то? 200 карт, здесь одна, ассинькатор, вы видите, кто носитель? Хорошо, более того, чем эта информация может помочь суде, что он не нравится на эти скриншоты, чем порочит? Мне не нравится. Я доказываю о том, что Илья Суслов является... Суть рассмотрения иска видео, который порочей части достоинства вашего. Видео Илья Суслов, и у него только он первоначально. В соответствии с его страницей выкладывают данные видео, вот это. Это видео начинается... Это видео, это видео, это видео, это видео, это видео, это остальных суслов. Согласитесь, что я сейчас вас сфотографирую, выставлю страничку и скажу, что это ваша страничка была. Могли кто-то подделать, давайте хотя бы теоретически. Могли кто-то подделать эту страницу. Доказать, что именно он имеет отношение к этой странице, если его больше ничего не выдают. И там... Могли кто-то доказать, что именно он должен вот это... Могли кто-то доказать, что является то, что вот он людей не является... Могли кто-то думает что-то... Могли кто-то думает что-то... Избранный вами ответчик призывал кого-то приходить в магазин и что-то проверять на этой странице, которую вы... Откуда информация общего доступа информации со страницы... Позвольте знать, почему вы решили, что это делал именно он, а не какое-либо другое лицо, которое... Могли кто-либо другой видеороликом данным, который производил ответчик, не располагал я полношу. Я располагаю. У меня есть два ролика. У меня два ролика. Я мог выложить это ролик. Чтобы навредить ему... С его страницей? С его страницей? Не с его... Почему? Это моя страница. К примеру. Клон. Любой человек, обладающий этим видео, а он говорил, что может быть кто-то и завладел этим видео. Ему не известна эта информация. Более того, он пытался помочь, но он не нашел пороги. Я надежно был владельцем данного видео. Мы не согласим о увлековании в дальнейшем соцсетях на публичном обозрении. Обладал только ответчик. Каким образом он распространял данное видео? Почему вы решите, чтобы он распространял? Видео, он обладал с этим. Он не спорит. Кто сказал, что он распространял? Каким-то образом оно попало? Как вы докажете, что он распространял? Вопрос очень простой. Видео имел только он. Соответственно, с его согласия данное видео могло... Кто опубликовал? Как вы докажете, кто опубликовал? С данной страниц вот скриншотов. Это фотографии, это не видео. кто опубликовал докажите вот вопрос вот страница я же делаю я же вам показал там разные носители я могу открыть вам страницу где три разных человека под фамилией путин владимир владимирович давайте будем путин обращаться ну потому что вы не хотите вы уцепились именно за или и все больше вам ничего неинтересно скажите пожалуйста еще какие-то доказательства именно он распространил создал гонит у вас они вот этот ролик доказательства доказательства нашим 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 дел нет поэтому как так если не хотим будучи страны не так и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok